Дорогие первокурсники, уважаемые коллеги-педагоги, мне очень приятно встретиться с вами, преподаватели, которые встретились уже в аудитории, встретятся, будут достойны ваших ожиданий, я в этом глубоко уверен. Очень и очень важно, чтобы каждый из вас также смог внести свою репту в развитие университета, в развитие страны за время учебы. Важно настроиться, и я думаю, вы это сделаете, чтобы впитать тот дух, ту атмосферу и те знания, понять, осмыслить, которые накоплены в университете. Сегодня очень и очень важны и нужны ваши достойные современные инициативы. Я думаю, что университет получил в вашем лице очень достойную смену, очень достойных молодых ребят, потому что рейтинг университета по итогам поступления, который оцениваем мы в Министерстве по результатам централизованного тестирования, говорит об этом. Университет сформировал набор буквально сразу в первом туре, как принято говорить, и это очень и очень приятно. А выпускники школ Гродневской области показали самые лучшие результаты в республике в этом году на централизованном тестировании, не считая города Минска. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что пополнение новое в университете достойное, современное, ну и справиться с теми задачами, которые сформулированы будут руководством университета, жизнью. Я очень верю в вас, молодые, дорогие ребята, и рассчитываю на то, что не сомневаюсь даже в том, что вы действительно получите достойное знание, вы сформируетесь сами и сформируете наилучший образ, идеальный, я бы сказал, образ студента сегодняшнего дня. Желаю вам здоровья, творческих успехов, вдохновения и новых и новых инициатив. Гроджевый призер Олимпийского фестиваля молодежи по гимнастике Виктор Васильевич Гранковский. Студентка факультета истории, коммуникации и туризма Дарья Владимировна Арсенович, победитель заключительного этапа Республиканской Олимпиады по истории. Курсант военного факультета, чемпион первенства Европы по борьбе с самбо Алексей Витальевич Ажин. Во-первых, я хочу вас, конечно же, поздравить с тем, что вы стали частью нашей общей дружной семьи. Конечно же, я вас поздравляю с традиционно Днем Знаний. Когда-то, как известно, у Александра Македонского был учителем великий философ Аристотель. И вот когда Аристотель пытался передать свое знание кому-то другому, он получил очень гневную отповедь от своего ученика. Дескать, это что же, все эти знания будут знать другие, а не только я? Сегодня у вас действительно очень большие и уникальные возможности. Знание становится все более и более доступным. Но здесь кроется и одна очень и очень такая существенная деталь. Информации-то тоже становится все больше и больше. Становится все больше и больше никнеймов, масок, чужих цитат, чужих слов, чужих мнений. Вот я вам искренне желаю за все годы обучения обрести свое, наполнять тот мир, который перед вами, наполнять его своим смыслом, своими целями, своим содержанием. Не стесняться задавать вопросы преподавателям. Учиться извлекать ответы не только из учебников, но и внутри себя. Заглядывать почаще в свое «я», как говорят психологи. А это и есть путь к успеху. И, конечно же, я нисколько не сомневаюсь, что знание — это не только путь к самому себе, но еще и путь к тому, что мы называем личностью. А личность происходит от слов «лик» — «лицо». Я желаю, чтобы все эти действия, которые вы совершали на протяжении всех лет обучения в университете, чтобы они сделали вас не просто носителями этих действий, а чтобы сделали хозяевами этих действий, чтобы вы стали устроителями своего жизненного пути. Или, как сейчас говорит молодежь, администраторами своего жизненного пути. И в нашем университете для этого есть все возможности. Еще раз с праздником желаю обрести свое лицо, свое слово, и всегда быть вот в таком же приподнятом настроении, радостном, как и сегодня. Праздник! Алексей Леонидович Молодость — выпускник 2013 года факультета экономики и управления. Александр Сергеевич Гордый — аспирант 2-го года обучения факультета истории, коммуникации и туризма. Евгений Владимирович Гиркук — аспирант 2-го года обучения факультета математики и информатики, старший преподаватель кабинет системного программирования и компьютерной безопасности. Уважаемые первокурсники, вы молоды, красивы, талантливы. В этом зале элитная часть наших выпускников Гродничья, Брещина и других регионов нашей страны. Вы — результат работы ваших учителей. Поэтому я хочу поблагодарить ваших учителей, которые подготовили таких замечательных выпускников, которые выдержали достойно централизованное тестирование и показали такие высокие результаты. Я хочу выразить слова благодарности вашим родителям, которые вас растили, воспитывали, помогали вам и всегда были и будут рядом с вами. Вы сделали правильный выбор, когда поступили или решили поступать в университет имени Янки Купалы. Это крупнейший региональный вуз нашей страны, лучший вуз нашей страны. Здесь мощный, талантливый, опытнейший профессорско-преподавательский коллектив. Это ваши учителя, это ваши наставники, это ваши педагоги, которые будут всегда рядом с вами, всегда будут отвечать на все ваши поставленные самые трудные вопросы. Я думаю, что вы всегда будете с честью и достоинством вспоминать годы учебы в этом замечательном университете. Я желаю вам успеха, чтобы вы всегда были такими же красивыми, такими же творческими людьми, чтобы вы прославляли и свой университет, и свою фамилию, и своих родителей, и своих учителей. Добрый путь вам, дорогие друзья! Судьба моя связана с нашим вузом. Уже, можно сказать, 58 лет впервые я переступил порог Гродненского тогда педагогического института в то время, в 1956 году. Во все века от Рождества Христова благодарим родителей своих. Всегда торжественно мы держим слово о памяти, о здравии и памяти о них. Поднимем благодарственную чашу, учителям желая честь вас дать. Они вошли, как свет, очевидность нашу, стремясь нам путь к познанию указать. Учителя – почетная задача. Учителем не каждый может стать. Мне кажется, нам сам Творец назначил учителей, как и отца и мать. Какая для учителя от рада, коль ценен труд его средь знатоков, но самая высокая награда – признательность его учеников, чтобы наша жизнь нам радость приносила. Прошу, коллеги, помните всегда, какая обтягательная сила в поэзии любимого труда. Спасибо. Для всех первый день сентября когда-то становился началом нового периода в жизни. Позади ума школьные годы. Теперь каждый самостоятельно будет делать первые шаги по собственной стезе. Кто-то выбирал ее сам, кому-то помогали с выбором родители, кому-то подсказывали близкие, родные, друзья. Поступившие в главный вуз Гродненской области – это несомненный успех каждого из вас. Успехи далее будут вам сопутствовать, если сосредоточить усилия на основной задачи предстоящих, ближайших лет. Это учебник. Стать дельным специалистом по выбранной специальности, перед которым откроются все двери и возможности непросто, потому что знания приобретаются через учебу, а учеба – это великий труд. Труд повседневный, кропотливый, нелегкий. Диплом вуза, в который вы поступили, – это своеобразный знак качества, причем не только полученных вами знаний, это и привитое отношение к общечеловеческим ценностям и активная гражданская позиция каждого из вас, что в совокупности составляет внутренний стержень человека. Несомненно, профессорско-преподавательский состав университета сделает все зависящее, чтобы вы, получив необходимый багаж знаний, впоследствии органично вписались в наше общество, в общество здравых, умных и благородных людей, в нашу, будем говорить так, страну, Республику Беларусь. Уважаемые первокурсники, впереди вас ждет 4 или 5 лет упорного труда и творческих поисков в стране знаний. Вам открыта широкая дорога к профессиональным знаниям, радости студенческой жизни, возможности стать духовно богатым, гармонично развитой личностью, воспитать в себе качество лидера, стремиться быть лучшим во всем — в учебе, работе и в творчестве. В победном пути к высшему образованию вы получите знания от старших поколений. Сегодня к вам перейдет символический студенческий билет и ключ знаний от тех, кто уже вышел на финишную прямую этого непростого пути. Студенческий билет и ключ знаний вручаются студентке юридического факультета Эмилии Викторовне Шуля, набравшей максимальное количество баллов по итогам вступительных испытаний в нашем университете. И курсанту военного факультета Алексею Витальевичу Ажелю, победителю первенства Европы по боевому самбо. Дорогие первокурсники, от лица студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы разрешите поздравить вас со вступлением в нашу большую студенческую семью. Хотелось бы пожелать научных, творческих, спортивных побед, а также удачу во всех начинаниях. С гордостью и достоинством несите почетное звание у студентов ГУПА. А сейчас мы бы хотели вручить символический студенческий билет и ключ знаний. Уважаемые первокурсники, преподаватели и гости, в первую очередь хотелось бы поблагодарить наших родителей и учителей, которые искренне за нас переживали. Благодаря их стараниям и усилиям сегодня студенты Купаловцы. Я уверен, что студенческая жизнь в Гродинском государственном университете имени Янки Купалов будет наполнена интересными событиями и важными свершениями. Но на этот день остается в нашей памяти навсегда. Ведь сегодня для нас все только начинается. От имени первокурсников я хочу заверить министра образования, почетных гостей, ректора и весь профессорский преподавательский коллектив что мы приложим максимум усилий для того, чтобы сохранить и приумножить достижения нашего университета и прославлять его в родной Беларуси и за ее пределами. Спасибо за внимание. Университет безусловно славен и учителями, славен своими выпускниками. Но, наверное, не достиг бы таких высот, наверное, не был бы известен не только Республике Беларусь, но и за ее пределами, если бы он не был мощно своими корнями погружен в регион, не жил заботами этого региона. И могу сказать, что в университете действуют и филиалы кафедр, которые находятся и в учреждениях образования, и на предприятиях, и в системе юстиции, и в системе Министерства внутренних дел. То есть вы, когда придете на свои факультеты, прочувствуете, что это не совсем обычный вуз. И в этой связи, конечно же, я бы хотел и от себя лично, от имени руководства университета, от всех студентов-первокурсников, вашим лицем, присутствующих здесь, на этом празднике, поблагодарить наших гостей, которые нашли время, несмотря на занятость, и поприсутствовать, поприветствовать, разделить с вами вот торжественную минуту этого праздника. Сергея Александровича Москевича, Игоря Георгиевича Зука, Владимира Ивановича Морского, и, конечно же, нашего уважаемого Ивана Платоновича Мартынова. Я думаю, вы все оценили его талант. Большое спасибо. Большие окна, где мне коснет свет, мне дали здесь быть студенческие леви, и полисло потоком, словно берега вода, я здесь учусь, и этим помням был всегда. Мир знаменит священный, за гордой я, стол на замканинной слезной, тих, у меня сидят, без ярких красочных, и, конечно же, не любит любовь. Ты смеешь курсу детка, как луна, ты целый года, ты целая страна, где во святку растет людей, талантливые пути, и, верящим тебя, и, конечно же, не любит любовь. Редактор субтитров А.Семкин